Ирод Ирод оказался, можно сказать, подкаблучником в данном случае. То есть он был манипулируемой этой женщиной. Семь раз упоминается Иоанн Притечи в нашем календаре. Внутри самой огромнейшей мечети есть, можно сказать, часовня, в которой находятся, как они считают, могилы Иоанна Притечи. Мог ли у него быть в то время крест? Вдруг это какой-то прообраз? За злодеяниями многих правителей, деспотов, зачастую стоят за спиной женщины, которыми манипулируют. Отец Алексей, мы в прошлой части нашей программы обсуждали, как Христос настраивал апостолов на проповедь. А что в Евангелии идет дальше? Дальше в Евангелии мы у двух евангелистов читаем, как произошло очень печальное событие. Когда Ирод по коварству своей сожительницы Иродиады умертвил самую величайшую из людей, как говорил Иисус Христос, Иоанна Притечи. И это событие мы читаем в Евангелии от Матфея, это 14 глава, с 6 по 7 стих. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он, склятую, обещал ей дать, чего она не попросит. Почему у Иоанна Крестителя так много символов, и почему он стал одним из самых почитаемых святых? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Завет. Жизнь Христа». Это страшные события, когда Ирод отправляет на казнь самого великого из людей Иоанна Притечи. Да и за что отправляет? За то, что просят женщины, которые танцуют вокруг него, и слуги, которые находятся рядом с ним. И вот в этих страшных событиях нам и нужно разобраться. Упоминают об этом всего два евангелиста. И вот одно из упоминаний мы сейчас и озвучим. «Наступил удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним». И вот, наверное, тогда люди, которые сидели в дорогих облачениях, наслаждались пиром, наслаждались танцами, жаждали продолжения какой-то расправы. Ведь что могло быть в голове у Ирода? Там, наверное, плескалось вино и желание тщеславия. Но что это за праздник такой? Как он проходил? Как он устраивался? Есть ли об этом упоминания какие-то в истории? Исторически, безусловно, описываются многочисленные пиры. Если говорить о людях того периода, особенно о вельможах, о тех, кто величал себя царями, но по факту были всего лишь тетрархами, они проводили в удовольствии к своей жизни. И поэтому таких пиров могло быть много. Понятно, что не ежедневно, но тем не менее раз в месяц или два раза в месяц пиры устраивались. Они были многодневными. Люди приезжали и оставались на неделю, иногда на 10 дней. И вот такой пир и был по случаю дня рождения. Это всего лишь повод. Но собрался весь цвет Иудеи, каких-то Галилеи, безусловно, где он был правителем. И вот Ирод Антипа, царь, возлежал на своем месте. Они, безусловно, пили вино. И здесь нужно понимать, что это была чисто мужская компания. Никаких женщин там быть не могло. А если женщины там и появлялись, то это были женщины древнейшей профессии легкого поведения. И вот здесь появляется его, конечно, не родная дочь, но тем не менее дочь его жены, Соломея, которая танцует и угождает мужчинам. А почему ее туда пустили? Пустили ее туда, потому что она сама туда пришла. Но она захотела их ублажить непристойным танцем. Никаких других танцев там быть не могло. И вот она действительно произвела фурор. Так что Ирод Антипа даже сказал, на мой взгляд, подпитие, я готов тебе отдать до половины царства. Проси у меня, что хочешь. И она просит у Ирода Антипа голову Иоанна Предтечи. Это очень страшная абсолютно просьба по той самой причине, что для Иудея самое главное была жизнь. Мы знаем, что заповеди о субботе, многие другие заповеди можно было нарушить, чтобы сохранить жизнь. А здесь у него просят отнять жизнь ради той клятвы, которую он дал. И он, чтобы как бы не упасть в глазах окружавших его вельмож, он говорит хорошо. При том, что он безусловно мог сказать, что любая клятва отменяется в связи с тем, что это цена жизни человеческой. Вот еще раз, если можно, мы вернемся к цитате. Кто находился там? Это тысяченачальники и старейшины галилейские. То есть это его слуги. Он хотел покрасоваться перед теми, кто ниже его. Ниже. Я не сказал, что это были слуги, потому что тысяченачальники это военачальники, у которых в управлении есть тысяча воинов. Это весьма высокий ранг. То же самое старейшина, это не просто какой-то там человек, который служит при дворе. Это люди, которые советуют ему поступать определенным образом, может быть, управляют областями. И здесь он не хотел упасть в их глазах. Но еще раз говорю, речь шла о человеческой жизни. И клятва, безусловно, могла быть отменена. Но он не захотел это сделать. Почему? Да на самом деле, потому что он сам хотел этой смерти. Но очень важно разобраться, кто такая иродиада, и дочь ее Соломея. Сергей, какие исторические упоминания существуют о них? Какие-то их портреты, может быть, исторические сложились? Ром, честно говоря, это самая запутанная, по-моему, история для всех историков, какой только можно представить. Потому что ирод великий, идумиянин, который получает в управление Иудейское царство от Рима. Рим завоевывает эту всю территорию накануне. Ну и ирод принимает даже иудаизм, чтобы понравиться местной элите, чтобы влиться в нее. Но так не получается. И дальше ирод ведет себя как... Ну как человек с такого востока, глубокого, древнего, по всем древнейшим, наверное, правилам. У него больше десятка жен. Он... у него много детей появляется. Он казнит часть своих детей перед смертью, например. Если мы говорим про жену, ту самую Иродиаду, которая поцелает свою дочь ублажить танцем, да? Вот кто это Иродиада? А если вы посмотрите, Иродиада – это внучка Ирода Великого. То есть это дочка его сына. Логично. За кого она выходит замуж? Она выходит замуж за своего дядю. Правда, там разные матери у этих сыновей Ирода, но они все кровные родственники. После этого один из тоже таких кровных... Не кровных, а сводных братьев Ирод Антипа забирает у Ирода Филиппа свою племянницу, по сути дела. Она же и жена этого Ирода Иродовича, да? Там, так скажем. Потом Ирод, так же, как и Цезарь, превращается в такую профессию. Имя, ну, как царь, да? Название должности. Ирод. Но вот это очень сложная история. И интересно, в чем обличение Иоанна? Иоанн говорит о том, что нельзя брать в жены сестру брата. При этом он не говорит, что нельзя брать в жены такую ближайшую родственницу вообще-то. Дело в том, что здесь нарушается закон, который упоминается в книге Левит. Господь запрещает при жизни брать в жены жену своего брата. Но для Иоанна, конечно, обличение в этих грехах Ирода очень опасно, потому что может подняться народ. Потому что Иоанн слишком популярный, слишком авторитетный человек. Он пророком считается. И даже его называют Ильей пророком, да, воскрешим. Но почему она отправляет свою дочь танцевать для вот этих мужчин, а не отправляется сама, если ей нужно расположить их, Федор? Почему такое? Я думаю, что здесь играл роль возраст. Дело в том, что Соломея родилась примерно в 15-м году. Событие, которое здесь описывается, относится к 30-му году. То есть Соломея около 15 лет. Мать уже не столь юна. Да и, собственно, она не могла явиться как царица. Это был совсем уж такой моветон, когда царь допускает до подобного блудного танца собственную супругу. А вот дочь, тем более неродную, вполне возможно. Тем более она была юна. Но здесь можно обратить внимание и на то, что она меняла своих мужей, при том, что они были ей дядьями в данном случае. И она же потом, помните, выйдет замуж тоже за одного из своих дядей. Да. Даже уже не дядей, да, как это... Ну, ближайшего родственника. Ближайшего родственника. Вот. И здесь она посылает собственную дочь, которая тоже является племянницей, для вот такого развратного танца. То есть я считаю, что здесь играла роль и возраст, ну, и вообще желание угодить собственному мужу. Там, скорее всего, изначально не было вот этой идеи, связанной с убийством Иоанна Крестителя. Просто был танец. И, но когда до ее дочери была обещана такая награда, любая награда, хоть до половины царства, то дочь идет к матери и спрашивает, что? А та в своей ненависти к Иоанну Претече говорит, хочу главу Иоанну Претече. Ну да, и страх, то, что она может потерять все, что имеет. Вот давайте обратимся к евангельским строкам. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь ради клятвы, и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. Отец Алексей, но тут есть такое искушение снять вину с Ирода, сказать, что его же подговорили, его подбили, да он еще и пьян был. Вот как это все можно распутать? Ну, человек был в здравом уме и здравой памяти. Пьян, не пьян, человек все равно несет ответственность за свои поступки. Ну, я бы, честно говоря, не согласился бы с мнением, что это произошло случайно. Потому что, мне кажется, подослать свою дочь, вот так вот ее подготовить, чтобы она вышла с танцем, сплясала и угодила, мне кажется, это было не просто так. Мне кажется, что все-таки Иродиада, она была очень умная и расчетливая, коварная женщина. И она подготовила это, она знала пристрастие. Ирода, она подготовила это событие, она знала, что ее дочь угодит Ироду, и что он уже неоднократно, уже, наверное, в таком расположении духа что-то кому-то обещал. Она тоже рассчитывала, что он тоже какой-то подарок может пообещать за этот танец. И я думаю, что все это было просчитано. А Ирод почему на это повелся? А Ирод, он оказался, можно сказать, подкаблучником в данном случае. То есть он был манипулируемой этой женщиной. И в данном случае вот эта манипуляция, она сработала. И если мы посмотрим на дальнейшую историю развития событий, то мы видим, что, в общем-то, в течение всей своей жизни Ирод был манипулируемой Иродиадой. Она имела на нее огромное влияние. И даже именно с этим связано потом его изгнание. Но это тоже такие предположения. Но это, по сути вещей, это вероятно. Потому что если вот следить по этим событиям, которые происходят по типажу женщины, она вполне была на это способна. Поэтому здесь вот происходит то, что происходит. За злодеяниями многих правителей, деспотов, зачастую стоят за спиной женщины, которыми манипулируют. После тех событий Иоанн Притечи убит, и одна из главных загадок христианства, да и мира всего, это святыни, которые связаны с ним. И моя сведущая Инна Веденисова попробовала разобраться во всей этой запутанной истории, съездила в Иоанно-Притечинский монастырь, чтобы посмотреть на обруч Иоанна Притечи. Давайте увидим сюжет и узнаем про него. Мало кто знает, что этот пешеходный подъем в центральном басманном районе Москвы, излюбленном москвичами и туристами месте для ресторанных посиделок и променадов, издавна именуется Ивановской горкой, по названию монастыря, который обосновался на вершине склона еще в начале 16 века. Это я об Иоанно-Притечинском монастыре, который в народе назывался просто и по-свойски Ивановским. Первым делом я направляюсь в его часовню, потому что именно там находится святыня, о происхождении которой до сих пор нет однозначной версии ни у исследователей, ни у насельниц обители. Мать Тавифа, здравствуйте. Меня встретила монахиня Тавифа и провела вглубь совсем крошечной часовни к небольшому ларцу, который оберегает обруч, прикрепленной цепочкой к иконе Иоанна Крестителя. Некоторые приходят в паломники и спрашивают, «А это что, самого Иоанна Притечи?» Мы тогда объясняем, что нет, это не его личная вещь. Это вот в память о нем, как мученический венец. Здесь надпись «Святый, великий, предтечий и крестителю, спасав Иоанне». Моли Бога о нас. И это кратенькая молитва. С этой молитвой мы надеваем обручную главу и просим о том, что нам в данный момент необходимо. Обруч неизвестно, как и когда здесь появился. Предполагается, что святыня была обретена уже после открытия вновь отстроенного Ивановского монастыря в 1879 году. По одной из версий, обруч – это мера главы Иоанна Притечи. Есть гипотеза, что некто, исцелившийся по молитвам святого Иоанна Крестителя, в благодарность создал этот обруч, который стал чудотворным. Пришла женщина, которая должна была лечь на операцию опухоль в голове. И понятно, что женщина молилась со слезами, надевала этот обруч и просила Иоанна Притечи избавить ее от этого страшного болезни. И совершилось действительно реальное чудо. Врачи сказали, когда она уже поступила в больницу, сделали контрольный такой снимок, сказали, у вас ничего нет. Подобных чудес в копилке у сестер монастыря великое множество. Они случаются и по молитвам у древней иконы Иоанна Притечи, написание которой относит ко второй половине 16-го столетия. Она располагалась в местном ряду иконостаса изначального храма Ивановской обители, преемником которого и является нынешний Величественный Собор. Это единственная святыня из древнего монастыря, которая сохранилась до сегодняшнего дня. В церковном календаре очень часто встречается Иоанн Притечи. Мы можем увидеть, сколько праздников связано с ним. Его семь раз вспоминает наша церковь. Это дни от Рождества Иоанна Крестителя до обретения его мощей. Там было несколько, третье обретение главы Иоанна Притечи. Фёдор, а почему так много упоминаний о нём в нашей жизни? Во-первых, безусловно, это один из самых почитаемых пророков и святых. С другой стороны, мы знаем, что Иродиада настолько ненавидела его, что она ещё некоторое время голову Иоанна Притечи хранила у себя дом и надругалась над ней. И впоследствии постаралась её выбросить. То есть тело было похоронено сразу, а голова была впоследствии выброшена и обретена как раз христианами, которые её сохранили. Ну, а впоследствии, во время различных гонений, её прятали. Люди, которые прятали, умирали. И впоследствии новые уже христиане обретали эту голову. Поэтому такая святыня не мощи Иоанна Притечи, а именно голова Иоанна Притечи, она обреталась несколько раз. Если первое обретение относится к ранним векам и в том числе к четвёртому столетию, то последнее обретение относится уже к иконоборческому периоду, к девятому столетию. Поэтому у нас есть три обретения Иоанна Притечи. Ну и, безусловно, Рождество, усекновение главы Иоанна Притечи является очень значимым праздником. Причём, интересно отметить, что усекновение Иоанна Притечи является постным днём. Мы не просто вспоминаем его смерть, мы вспоминаем именно такие трагические события. И в память о том, что он сам был постником великим, мы тоже в этот день храним пост. Сергей, ну и вот семь раз упоминается Иоанна Притечи в нашем календаре, а ведь и в других религиях тоже почитают его как пророка, как праведника. Можете рассказать, как мусульмане к нему относятся, в каких ещё религиях он встречается? Ну, вы знаете, во-первых, древние календари тоже добавляют ещё разные праздники, связанные с Иоанном, в том числе и даже был праздник зачатия Иоанна Притечи. Вот. Обретение главы и перенесение там руки в Константинополе, это такой православный отдельный праздник был именно Константинопольской церкви. Но мусульмане, насколько я помню, почитают Иоанна так же, как и христиане. Дело в том, что в Коране он, по-моему, где-то пять раз упоминается. Хотя есть разные сведения, есть традиции, разные трактования вот этих сведений об Иоанне. Часть из них касаются такого христианского понимания, а часть из них почему-то относят Иоанна, что он жил где-то в эпоху Науха Доносора, да, вот где-то туда, к разрушению Иерусалима. Но здесь неважно. Главное, что вот в городе Дамаск, да, мечеть существует, где как бы хранится глава Иоанна Притечи, да, насколько я помню. А есть еще город во Франции. В Амьене, в самом большом соборе Европы готическом, он был построен в честь вот этой святыни, туда привезли главу, лицевую часть. Дело в том, что с главой очень сложно, ее действительно обретали, но ее в конце концов разделили на части, она и части главы хранятся в разных странах. Вот это что удивительно, в Дамаске, ведь это в мечети находятся мощи Иоанна Притечи. Федор, вы там были. Да, я был в Дамаске, ну и собственно история этой мечети Амиядов очень интересная. Она построена над ранней христианской церковью. В этой ранней христианской церкви как раз хранилась часть главы Иоанна Притечи, но впоследствии эта церковь была разрушена мусульманами и над ней и над ней была возведена уже мечеть. Однако мусульмане почитают Иоанна Притечи как одного из пяти великих пророков, в том числе как Мухаммед. А как все это сочетается, что он и у нас почитается, и там почитается, людей смутить можно? Дело в том, что Коран в общем-то соотносится с Библией и если посмотреть на великих пророков мусульманства, то мы увидим там Авраама, Моисея, Иоанна Притечи, Христа и Мухаммеда. Соответственно, они безусловно почитают Иоанна Притечи и, кстати, Иисуса Христа как величайшего пророка. Другое дело, что мы верим в него как истинного Бога человека и поэтому здесь мы не совпадаем. Но они, почитая могилу Иоанна Притечи, сохранили ее и внутри самой огромнейшей мечети есть, можно сказать, часовня. Она стоит внутри под сводами мечети, в которой находятся, как они считают, могилы Иоанна Притечи и захоронение части его тела. И они допускают в эту мечеть христиан, в том числе, когда я там был, а это было около 20 лет назад, то мы могли подойти к этой часовне, она закрыта, внутрь зайти нельзя и заглянуть тогда было нельзя. Но можно было помолиться, некоторые даже писали какую-то записку и вставляли в окошко чтобы обратиться к Иоанну Притечи. Ну а сейчас я знаю, что там сделано такое отверстие, естественно, закрытое стеклом, через которое можно заглянуть внутрь этой часовни. Так что христианин, который окажется в одном из древних христианских в том числе городов, потому что в Дамаске было много и связанных в том числе с апостолом Павлом событий, то они могут посетить эту мечеть и помолиться перед местом покоения Иоанна Притечи. Вот давайте вернемся к евангельским событиям. Для этого прочтем текст Евангелия от Марка. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Отец Алексей, а первый раз Ирод слышит про Христа, что это вообще для него значит, что появляется какой-то новый человек? Он, наверное, перепуган сильно, ведь казнил он праведника, а он здесь ходит. Конечно, он был перепуган. Во-первых, он почитал Иоанну Притечию. Он, как тот же самый Саул слушал пророка Давида, то Ирод точно так же беседовал с Иоанном Притечией о Боге, и ему это, его это увлекало. Он был в какой-то степени богобоязненный человек. Вот. Просто под хмелью вот он поддался женской манипуляции, вот это произошло. Вот. И то, что потом он Христа не казнил, а мог бы, да, ну как мог бы, в принципе, какие-то сложности были, он не мог казнить, но мог бы с ним над ним хорошо бы надругаться. Но он его просто одел в шутовские одежды, отправил к Понтию Пилату, чтобы с ним подружиться. Он, кстати, был большим дипломатом и, в принципе, втерся в доверие даже к императору Тиверию, назвав честь его один из городов. Он был таким достаточно человеком тоже неглупым и умеющим панипулировать другими людьми. Вот. И в то же время он был суеверным, он боялся, потому что вообще говорилось о воскресении из мертвых. Были в народе такие верования и предтечу почитали как за пророка. И он боялся, действительно боялся. И когда он услышал об этих чудесах, конечно, у него эти опасения возобновились. Он очень хотел увидеть Христа. И как только у него представилась возможность, он его, так сказать, предстал перед своей очи, уже арестованного. Иоанн Креститель самый чтимый святой после Богородицы. В честь его установлено семь праздников больше, чем какому-либо другому святому. Это зачатие, Рождество, усекновение главы, собор Иоанна Крестителя, первое и второе, обретение главы, третье обретение главы и праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину. Об историчности Иоанна Претечи не спорил никто никогда. Он упоминается во всех известных рукописях иудейских древностей Иосифа Флавия. Большинство исследователей считают эти свидетельства аутентичным текстом, а не позднейшей вставкой переписчиков христиан. Именование Претеча в Новом Завете применяется к Иисусу Христу, но не к Иоанну Крестителю. Иоанн впервые назван Претечей во втором веке у гностика Гераклеона. Затем это обозначение было воспринято Климентом Александрийским и Оригеном, и через них вошло в церковный обиход. Иоанн вел аскетичный образ жизни. Он носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным ремнем, а питался он диким медом и акридами. Что такое акриды? Под акридами традиционно понимают вид саранчи. Впрочем, есть другое мнение, что это слово может означать плоды рожкового дерева. Святой Иоанн Креститель, о котором Христос сказал, что он выше всех рожденных женами, не сотворил ни одного чуда. Тем самым нам показано, что святость не измеряется чудесами. Первые ученики Христа изначально были учениками Иоанна Крестителя, а уже потом перешли к Иисусу. Об этом мы читаем в Евангелии. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Эти первые ученики Христа были Андрей Первозванный и Иоанн Богослов. В начале проповеди Христа еврейский народ почитал Иоанна гораздо выше, чем Иисуса. Иоанн всю свою жизнь проводил в пустыне, был сыном священника, носил необычайную одежду, родился от неплодной матери. Иисус же произошел от незнатной семьи. Его чудесное рождение не было известно никому, он воспитывался в обычном доме и носил обычную одежду. Пророческое служение Иоанна погранично. Он стоит на грани Ветхого и Нового Заветов. В богослужебных текстах притеча назван пророков печатью по образу печати, закрывающей уже наполненный сосуд. Иоанн крестил крещением покаяния. Что это значит? Крещение Иоанна не было благодатным таинством христианского крещения. Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию христианского крещения водою и святым духом. Византийских императоров ставили на царство рукой Иоанна Крестителя. Об этом писал русский паломник Добрыня Ядрейкович, который побывал в Константинополе в 1200 году. С вами была рубрика «Десять фактов о» и ее ведущий Сергей Комаров. Федор, часто на иконах изображают Иоанна Претечу с таким посохом. С посохом в виде креста. Да и мы уже привыкли, что называем его Иоанн Креститель. Но мог ли у него быть в то время крест? Вдруг это какой-то прообраз, пророчество? Я, конечно, сомневаюсь, что он ходил с таким крестом и с тростника. Дело в том, что Иоанн совершал омовение, ритуальное омовение. И они называются именно омовениями с точки зрения еврейских слов и греческих слов, которые там используются. Баптизмус, погружение, греческое слово. Но мы начинаем использовать другое слово – крещение. И для нас то крещение, которое совершал Иоанн Креститель, уже связывается с будущими крестными страданиями Спасителя. Хотя это некий анахронизм, это не совсем правильно. Поэтому, безусловно, Иоанн Креститель с таким крестом не ходил. Но о использовании тростника – это образ, связанный с вопросом. Когда к Спасителю приходят и спрашивают, а вот Иоанн Креститель и ты, вот ты, Мессия или нет, то он задает вопрос, а вы, когда ходили к Иоанну Крестителю в пустыню, вы ходили на тростник колебленным ветром смотреть или нет? То есть, такой риторический вопрос. Понятно, что вы не на тростник ходили смотреть, а ходили смотреть на Иоанна Претечу, который проповедовал о Мессии. И вот этот образ перешел впоследствии в иконографию, и у Иоанна Крестителя появляется образ, крест, символ будущих страданий спасителя, о котором он говорил, сделанный из тростника. Также, давайте разберемся, как выглядел и во что одевался Иоанн Претечи. Это вот верблюжья шкура. Кстати, откуда она вообще у него могла взяться? Не верблюда же он где-то зарезал? Ну, почему и нет? Дело в том, что Иоанн Креститель был возведен в пустыне еще в таком младенческом, можно сказать, возрасте, то есть после гибели собственных родителей он уходит в пустыне, и ангелы его сохраняют. Там он живет в течение 30 лет в пустыне, ну и безусловно он одевается таким образом вот все, что можно было найти в пустыне. А в пустыне можно было найти шкуру дикого животного, верблюда в том числе, потому что это не совсем Сахара. В пустыне это каменистая местность с деревьями, с ручьями, с зверями, которые там живут. И в общем-то найти мертвого верблюда там возможно. Может быть, Драмадер был не совсем уж верблюд. И ученики были у Иоанна Претеча, кто мог ему это все подготовить. Ну, в общем, да. Но он был аскетом, он не носил обычную одежду, вот таких парчевых или холщевых тканей он не носил. Он носил обычную верблюжью шкуру, которую припоясывал поясом кожаным. Это была вся его одежда. То есть он более ничего не носил. Другое дело, что когда мы смотрим на византийскую иконографию, то мы видим уже там складки одежды. Причем, если есть складки, это означает, что материя очень много использовалась. Не столько, сколько нужно, а существенно больше для красоты. Ну и на самом деле это уже некие символы. Символы византийской иконографии. Иоанн Креститель, безусловно, вот такую одежду не носил. Ну, говоря про символы, давайте обратимся к иконе Иоанна Претеча. И мы видим, что он изображен уже не с посохом, а со свитками. А что они символизируют? Ну, эти свитки символизируют пророчество. Пророчество Ветхого Завета. Многие пророки Ветхого Завета говорили о том, что явятся и Мессии, в том числе пророк Исаия. И вот Иоанн Креститель, как пророк, который пришел и был, можно сказать, последним пророком Ветхого Завета, одновременно с этим первым пророком Нового Завета, он говорил о Спасителе. Он говорил, что явится агнец, который возьмет, как жертвенное животное, грехи всего мира, принесет себя в жертву за грехи всего мира. И вот эти слова обычно и пишут на свитках, которые держит Иоанн Креститель. То есть, это Ветхозаветное пророчество о Спасителе. Ну, есть еще одна интересная икона Иоанна Претеча, где у него на руках будто бы находится ягненок. Ягненок, кстати, уже с посохом в виде креста. С таким же посохом, да. Это кто? Это Спаситель? Это Спаситель. И мы на этой иконе видим, что Иоанн Креститель указывает пальцем. Он указывает на ягненка и говорит, вот как раз тот Спаситель, тот Мессия, который принесет себя в жертву и спасет все человечество. Таким образом, мы видим здесь сразу множество символов, связанных с крестом смерти. Но если обратить внимание, это ягненок здесь не простой, это не просто агнец, а он имеет нимб. И не такой нимб, как у Иоанна Крестителя, а это нимб Спасителя с, можно сказать, инициалами, с буквами, где написано Иисус Христос. И тоже с изображением креста, насколько мы можем видеть. Да, и там же как раз буквы, мы просто отсюда их не видим, как раз указывающие, что это Иисус Христос. Иоанн Претеча пришел не для того, чтобы перевести все внимание на себя, а чтобы направить людей к Христу. И такие встречи происходят сегодня. Давайте обратимся к нашей постоянной рубрике «Как я встретил Бога». Светлана, вы слово «Бог» слышали с детства. Это, можно сказать, первая ваша встреча, которая происходит с ним. Но ведь был момент, когда вы усомнились в вере. Это момент смерти вашей бабушки. Да, да. Когда мне было 6 лет, у меня умирала бабушка. И это было жуткое горе для нашей семьи. Я помню состояние состояния своей мамы. И мне было тоже больно очень. И мы много молились, ходили в храмы, делали, конечно, прежде всего делали все, что могли. Но долго не могли поставить диагноз точный. А когда поставили, оказалось, что это рак и такой уже серьезной стадии. И, конечно, бабушка, к сожалению, умерла. И в этот момент, я не буду говорить, что мы прям обиделись на Бога. Нет, не было такого. Но было такое чувство, что до него не достучаться, что вот он где-то далеко, что он нас не слышит, что мы бессильны совершенно. И да, после этого мы на какое-то время ушли из храма. Мы-то и у родителей тоже было это? Ну, в тот момент я была с мамой, конечно. Я была совсем маленькой и ходила с мамой в храм. Когда происходит возвращение? Кто первый? Мама или вы? Я? Мама... Вообще, родители у меня прекрасные люди. Мамочка, конечно, тоже. Но, к сожалению, пока полного воцерковления у них не произошло. Но я думаю, что это просто вопрос времени. У меня это произошло после большой личной, скажем так, драмы, наверное, как и у многих. Мы приходим к Богу, когда у нас что-то не ладится, какие-то ожидания не сбывают, все там наши намерения. Мы понимаем, что есть что-то намного больше нас, намного справедливее. Это происходит личная драма. Наверное, у многих она такая бывает. Конечно. Я думаю, что у каждого человека рано или поздно происходит какая-то драма. А как это у вас было? Что случилось? Это было даже несколько раз в жизни. И Господь был всегда где-то рядом, но я до конца в церковь так и не приходила. Я знала, что он существует. Иногда верила, конечно. И приходил иногда храм и пожелания. Вот у меня было, что хочу, все. Я прям срывалась, летела. Но как-то полноценного участия в таинствах, посещения служб у меня не было. Честно говоря, на тот момент я думала, как можно простоять два с половиной часа совершенно рядом незнакомые люди, ты не понимаешь, о чем все это, кто изображен. И в общем... А когда поняли? Когда я поняла, у меня жизнь абсолютно изменилась. Абсолютно изменилась. Вот еще... Очень важно все равно встретить человека, который будет тебя вести. Да, конечно. И в вашей жизни это стал наш любимый, дорогой отец Артемий Владимиров. Как вы с ним познакомились? Это удивительная история, на самом деле. Я чудом попала сюда на записи новогоднего огонька. Причем первого новогоднего огонька Спаса. И я помню, что на той передаче гостям даже раздавали ваши фирменные печеньки в форме голубя. Мы, девушки, которые сидели, зрители просто так, улыбались и думали, ну, какие красивые печеньки раздают. И батюшка, когда закончила съемка, батюшка встал, и мне как ближайшее просто взял и отдал эту печеньку. Я так, батюшка, это же ваше. Он говорит, ничего, ничего, берите, берите. Мне так интересно показалось. Спасибо. Очень необычно. Вот. А потом, спустя какое-то время, я нашла в интернете. Но тот момент, простите, я не знала. Кто такой отец Артемий? Да, да. Я только начинала входить, и я не знала. Для меня это был просто вот такой вот всегда власый, прекрасный старец. И позже потом я прочитала, где он служит, и я просто поехала к нему на исповедь. Говорю, здравствуйте, батюшка. Вы помните, мы с вами рядом сидели на Спасе, на новогоднем огоньке, и вы мне печеньку подарили. Он так, как? Да, конечно, я вас помню. И потом, я осталась после службы, мы немножко с ним поговорили, и оказалось, что у нас столько в жизни общего, что многие-многие годы мы с ним бывали в одних и тех же местах, что мы оба знаем языки одни и те же, что даже потом выяснилось, что он вырос недалеко от моей дачи, буквально в пяти километрах. Одна из моих лучших подружек оказывается его воспитанница. И то есть поясечений было очень много. И как мы не встретились, вот не встречались. И тут, значит, так вот Спас нас соединил, новогодний огонек. Я так удивлялась, как можно встретить духовного отца на новогоднем огоньке, на передаче. Вот как-то Господь так управил. Я очень удивлена, благодарна, конечно. Вот, расскажите, а как это происходит? Это же не бывает так, вот вы мой духовный отец, я, ваша духовная дочь. Как это было? Вот когда мы поговорили, когда обнаружилось много общего, я называла ему храмы, куда я ходила на протяжении всей жизни, и все эти храмы как-то связаны с его жизнью. Ну, просто попадание было вот практически четкое. Наверное, он понял, что не случайно, что Господь меня привел. Я так думаю, потому что он так, девушка, у вас есть духовный отец? Я говорю, нет. Он говорит, давайте, давайте. А что это значит, быть с духовным отцом? Потому что многие не понимают вообще, для чего он, как это. Вот для вас это. Как вы себе это объясняете? Прежде всего, я теперь знаю, что у Бога есть молитвенник за меня, человек, которому важно мое спасение, мое личное. И, конечно же, я думаю, у него очень много духовных чад, и наверняка он каждому свои ключики подбирает. Самое интересное и важное во всей этой истории, а как за священником не перестать видеть Христа? Вот потому что ты приезжаешь не к отцу Артемию, к отцу Андрею, к отцу Дмитрию, а приезжаешь к Христу, чтобы помолиться ему, чтобы с ним поговорить, причаститься, что вот он, к кому ты едешь. В моем случае я думала о том, что это именно Господь нас ввел, это Его воля, чтобы я была с этим священником. Конечно, каждый священник не идеален, как и любой человек, любой смертный. И тут главное, когда ты приходишь в храм, и что-то тебе там священники смущают, не нравится, тут главное не уйти и понять, что в храм ты все-таки приходишь к Богу, Он совершенный. А священники, они только служители Господа, посредники между нами и им. Светлана, а какое для вас было, может, самое главное чудо в жизни? Да, самое главное чудо до сих пор меня заставляет вспоминать о нем часто и удивляться. Однажды был в жизни тоже непростой период, и я помню, что я просто взмолилась к небесам, подскажи, как дальше жить. Я не понимаю, я запуталась совершенно, и спустя там 3-4 месяца я случайно в интернете в рекомендациях одного известного человека увидела книгу, название которой меня очень заинтересовало, заинтриговало. Я доверилась мне и этого человека, думаю, наверняка книга очень стоящая. Купила, книга перевернула просто все мое подсознание, я по-другому стала ощущать мир, и все перевернулось с ног на голову, и я ходила, помню, в полном восторге, такая окрыленная, я такую книгу прочитала, рассказывала людям, и вот оказалось, у меня, в принципе, огромная компания, где я работаю, международная, у нас даже в русском офисе, в московском офисе, порядка там 500 человек, и есть еще офисы по всему миру, и вот оказалось, что мой новый знакомый, с которым меня тоже познакомили, оказалось, что лично знает автора этой книги, и у меня было, конечно, просто, неужели такое бывает, сколько людей в мире, сколько людей в России, сколько людей в той стране, откуда батюшка, и так вот Господь соединил, что встретился общий, знакомый, и даже я была первый раз на исповеди у того священника, книга которого мне так понравилась, потому что тот батюшка очень сильно удивился, конечно, когда я вот сказала, что у нас с вами есть общий знакомый, вот так с тех пор хожу в удивление. И помогают нам, помогают нам дойти до него, берут нас за руку и приводят ко Христу, это их главная миссия. И ведь сегодня мы говорим про Иоанна Претечу, и многие его ученики уходят от него и становятся учениками спасителей, он сам их направляет к нему, это тоже такая история, что не оставляет он не со собой свою паству, а передает ее Господу. И вот об этой истории мы поговорим дальше. Сергей, и когда происходят вот те события, усекновения главы Иоанна Претечи и приносят на блюде его убийцам голову, что происходит с учениками? Ведь у него тоже была большая община, которая следовала за ним. Куда они направляются, что они делают, как принимают его смерть? Здесь очень интересно. Дело в том, что Иисус Христос и Иоанн, они же очень близки друг к другу. Во-первых, они родственники, во-вторых, Иоанн на 6 месяцев, где-то на полгода может быть старше Христа, да, то есть они должны были в детстве где-то встречаться, может быть, где-то виделись. Информации полностью об этом нет, естественно. Но когда Христос приходит к Иоанну, вокруг Иоанна большая община, действительно люди приходят к нему, слушают его проповеди. Это во-первых. Во-вторых, есть предположение, что Иоанн относится к кумранской общине, в которую он как раз проповедовал. Вот эти обряды очищения, омовения, как раз, вот если вы приедете в Кумран, вы увидите большое количество мигов, таких вот бассейнов, где Иоанн как раз, возможно, вот берет вот эту вот традицию. Она и была, но здесь она как бы слишком возведена была людьми, которые там жили на первое место. И в дальнейшем Христос, по сути дела, где-то повторяет даже подвиг Иоанна. В 40 дней он уходит в пустыню. Вот это вот искушение Христа, это ведь сразу же после крещения происходит его. И он живет в этой общине Иоанна. И некоторые из учеников Иоанна переходят к Христу. В дальнейшем, когда Иоанн будет казнен, именно ученики уносят его тело и хоронят. В дальнейшем мощи будут где-то приблизительно, я так понимаю, в 4 веке при Юлиане отступники сожжены. Есть предположение, что само тело сожжено, но есть левая и правая рука, которые сохранились. И вот православные паломники могут подойти к правой руке Иоанна Крестителя, который сейчас, после целого ряда таких приключений, так скажем, исторических, сейчас находится в монастыре Василия Острожского в Черногории в Цетине. А если кто-то хочет увидеть главу Иоанна Крестителя, то, например, в Амьене, я был там 8 лет назад, мы служили службу, приехали в собор, есть центральный предел, сбоку небольшое такое помещение, где хранится глава. Православные паломники также могут приехать, вот когда пройдет эта пандемия, во Францию, Амьен где-то в часе езды от Парижа, и собор удивительным образом сохранился. Вы знаете, есть фотографии Амьена после бомбардировки во время Второй мировой войны, ни одного дома не осталось, все уничтожено. И в центре стоит огромный собор, которого не затронула ни одна бомба. Вот, наверное, поэтому в церковном календаре так много упоминаний Иоанна Претечи, потому что чудеса происходят с ним постоянно. И вот давайте обратимся к евангельским строкам, вернемся к тому сюжету, где Ирод и Иоанн Претечи и Христос. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Это он уже говорит про чудеса, которые творит Спаситель. Федор, а почему он так говорит? Вообще, такое чувство, как будто воскрес из мертвых, это нечто обыденное в то время. Да и вообще, люди могут подумать, что чудеса во времена Христа творились сплошь и рядом. Что чудо для людей кого-то воскресить или кому-то вернуть зрение, это обычное дело. Я думаю, здесь наоборот. Он точно был уверен, что Иоанн Креститель умер, потому что он видел его голову на блюде, которое принесли. Это была голова и на Претече, потому что он находился в темнице и Иротантип постоянно с ним беседовал. Здесь же он слышит о том, что есть некий праведник, который проповедует, совершает чудеса, и он действительно мог подумать, что воскрес Иоанн Креститель. И более того, он такое предположение мог сделать со страха, потому что Иоанн Креститель как раз обличал его и говорил, что он неправильно живет, он неправильно забрал жену при живом брате. И здесь же появляется новый проповедник, для него новый проповедник. Он боится встречи с ним, потому что он может увидеть Иоанну Претечу, которая опять ему начнет говорить, ты неправильно живешь. А его совесть, безусловно, обличал, потому что был против иудейских законов. И здесь он, безусловно, боится этого. Интересно отметить, что когда к Ироду Антипе приводят спасителя, он, как царь Галилеи, мог его оправдать. Но он побоялся это сделать, он не выносит никакого вердикта, ни оправдательного, ни, соответственно, какого-то судительного вердикта для него, и отправляет его обратно для суда к Понтию Пилату, одев его, правда, в белые одежды, таким образом, указав, да, я не вижу в нем вины, но и не хочу ничего говорить. То есть он такой слабохарактерный был человек, который не решился пойти против воли людей, зная о том, что перед ним праведник, пророк, как Иоанн Претечий. Подводя черту нашего разговора, отец Алексей, ведь все евангельские строки, сюжеты, они открывают для нас Христа. Для чего нам знать, как умирал Иоанн Претечий? Для чего нам знать все вот эти интриги Ирода с его женой и дочерью Иродиады? Зачем нам все это рассказывают? Вот это событие, о котором мы сегодня с вами беседуем, оно связало в себе очень концентрированно, вот прям как бы вот в такой 3D-модели, вот такой наглядной, все человеческие страсти, вот абсолютно все, вот семь страстей, вот мы в этом событии наблюдаем. То есть тут и обжорство, и пьянство, и прелюбодеяние, и гнев, и зависть, и убийство, в конце концов. И это все в контрасте с тем, кем был, являлся Анкреститель, то, что он проповедовал, какую чистоту жизни он явил, да, вот это в контрасте, это должно привести нас к покаянию, изменению жизни, чтобы мы вот посмотрели на это, Боже, Господи, мы точно так живем, как этот Ирод, это Иродиада, надо что-то менять, иначе все, конец. Это, это, как бы люди... А это вообще покаяние возможно, вот это покаяние Ирода? Ее вообще можно поверить? Покаяние Ирода? Покаяние Ирода. Ну, мы все в какой-то степени Ироды. Мы все люди грешные. На первом распят был разбойник, тоже грешный человек. Вот, и всем, пока мы живы, всем нам есть возможность покаяться и прийти, и прийти ко Христу. Но здесь еще какой момент, когда мы говорили об учениках, ведь Иоанн Креститель, он был своим ученикам, благословил, прямо благословил, указал на Спасителя, да, идите за ним. Но ведь многие же не послушались, какая-то часть осталась с ним, которая не послушалась. И они остались верными ему после смерти, они не пошли за Христом. И даже вот есть такие сведения, что это даже вылез в какую-то секту Иоаннитов, да. Здесь, опять же, о чем надо говорить? О том, что нельзя делать идола даже из самых святых людей. Иоанн Претеча был самый первый человек из святых, как на него говорит Христос, но даже из него не надо было делать идола. Вот, потому что у нас тоже начинают многие там за одним проповедником, за другим проповедником. У нас один есть Христос, да, и мы за ним все следуем. Не надо ни с каких батюшек, даже старцев каких-то делать непогрешимых каких-то идолов. Это тоже вот в этом для нас какая-то наука есть. И ведь, наверное, многие из тех, кто слушали Спасителя и его проповеди, хотели из него сделать такого старца и чудотворца, который приходит для того, чтобы только исцелять, для того, чтобы накормить их и обогреть. Но для чего Христос являл чудеса? Ведь каждое чудо имело свой особый смысл. Насыщение пяти тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами. Есть ли в этом прообраз причастия? Об этом мы поговорим в следующем выпуске программы «Завет. Жизнь Христа». Редактор субтитров А.Семкин»